Славьи Христа Славьи Христа Славьи Христа Жаль Христа... Славкий Христа! 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 Иhan Ч fundsver сна, снас, к всемно сказал здесь наright. Ведь Господь kami все понимаем что это очень весел conseguir для этого жизни. Поэтому сейчас мы просим, пожалуйста, первые сюда наберет с дачками и мы поможем. Ребята, это очень приятно, когда мы встречаем здесь. Мы встречаем здесь. Я думаю, мы все объясняли, что вы вернулись. Я думаю, что мы о том, что они не хотели быть более разными. Я думаю, что они не хотели бы у вас проживать, что это будет все нас и мы о том что все они прожили, что они в России и все это реально привыкли. Я хочу, чтобы вам рассказали, что мы с вами по-настоящему сейчас, у вас что ж у вас мира, что мы действительно будем с ученой, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И в этой же книге 3 глава 14 и 15 стих Второе послание Тимофею 1 глава 5 стих И 3 глава 14 и 15 стих Приводя на память и лицемерную веру Твою Которая прежде обитала в бабке Твоей, Лоинке И матери Твоей, Евгеньке Умерим, что она и в Тебе И 3 глава 14 и 15 А ты пребывай в том, чему научишь И что тебе в дерево, зная, кем ты научишь При том, что ты из детства знаешь священные писания Которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа и Иисуса Мы здесь видим слова, которые апостол Павел пишет Тимофею Очень мало написано Но я так пытался представить Сколько сюда вложено Представьте, бабушка у нее была Потом мама была И вот эта нелицемерная вера Передавалась с одного поколения в другое Это сколько лет прошло И это не делалось за один раз За один день Это делалось когда каждый день Вот эта нелицемерная вера Передавалась из одного сердца в другое сердце Из одного поколения в другое поколение Люди в этой жизни пытаются что-то так же сохранить Они пытаются сохранить какие-то традиции, обычаи Свой родной язык Есть люди, которые кондиционируют какие-то вещи на память Вот я думаю, у каждого у нас есть фотографии, которые с далеких времен сохранились Мы посмотрим И оно всегда у нас в памяти какие-то возникает в прежние времена Здесь мы видим больше Здесь передавалась из поколения в поколение Это нелицемерная вера Есть децемерная вера, она так же может передаваться Но она не годна Богу Это не децемерная вера Она угодна Господу Это искренная вера И она передавалась из поколения в поколение И апостол Павел говорит Уверен, что она и в тебе Он был уверен, что Эта вера, которая от бабушки пришла Через маму и на него Он был уверен, что она и в нем И здесь он так же советует А ты пребывай в том, чему научишь И что тебе дело Зная, кем ты научишь При том, что ты из детства знаешь священные писания Которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса Пусть нам Господь также поможет Прибывать в том, чему мы научим Люди способны часто изменять Попав в другую обстановку, в другие обстоятельства Мы можем слышать Культура, другие обычаи, другие Но не лицемерная вера Она никогда не может измениться Ни при каких-то изменениях Обстоятельств, культуры или в других традициях Поэтому будем помнить Апостол Павел предлагал Тимофею Сегодня он больше предлагает нам Мы из детства Может быть, кто-то не из детства Но кем-то мы научились Этому слову в горе, что мы писали Поэтому будем помнить Всегда будем знать, чему мы научились И что нам делать И это писание Оно нас сможет умудрить Во спасение веры Во Христа Иисуса Да поможет нам во всем этом Господь Сейчас помолимся Его И мы поблагодарим Его За все Его милости За любовь Попросим благословения На это служение И на дальнейшие Жительные дни Ему заслала Аминь Аминь Номер два Номер два ПОЁТ ПОЁТ ГОЛЕФС ПОЁТ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. тьмы. Другое место, написанное, Моисей вошел во мрак, где Бог. Не только где слеп Бог, но даже и во мраке. Братья и сестры, и слава нашему Господу, что мы имеем сегодня такого Господа, который спокойно смотришь и жилища своего рода. А где бы мы ни были, что бы мы ни делали, Он спокойно смотришь и жилища. И когда мы уже в таком критическом состоянии находимся, подходим, как бы в тупик пришли, Он начинает действовать. Братья и сестры. А так вот Моисей подошелая к морю с народом, впереди море, позади фараон настигает. Он выпьет в Бог. А Бог спокойно его отещает. А что ты выпьешь? Ты иди, братья и сестры. Ну как же иди, тут море, а там враги. А Бог рулит, иди. Он спокойно наблюдает. И вот как только подходит критический манер детей, Он тут же начинает свою пробуду. Вот помните, на море возникло. Он спокойно спит, Бог Христос. Ученики говорят, Господи, мы погибаем. Он встает, умолкнет и перестанет. Спокойно смотрел на это, как они боролись, как они силы истощали своим. А Он спокойно смотрел и живище со своим. Братья и сестры, не бывали ли в нашей жизни, когда мы вот приходим к какому-то, ну, в отчаянии, приходим в какой-то, как бы, тупик, все из выходного положения. И мы думаем, что может Господь уже и не смутить за нас, и забыли за нас. Мы ждать ей и сыренностью. России вчера я звонила, как, задай мне, сказать, вот, признанусь, да? Передаю вам сердечных приветств. Я так заочно разговаривал, вот, немножко разговаривал, как у нас есть дела, я отвалил по всей вероятности, потому что задержался, задержался и передавайте сердечный привет, так сильно поинтересовались от нашей церкви, а кто там сколько у нас нет, ну, вот так вот, рассказал, мне передавайте от нас сердечный привет. Я говорю, там судьям будет уезжать скоро, попросил, чтобы они там, могли нам помочь, сборниками. Я говорю, вы не знаете, я не знаю, что это был, даже разводом, да? Ну вот, значит, они все нас приветствуют здесь, итак, вы знаете, когда придать опору, знать о нас больше, и передавить нам также сердечный привет. Еще есть привет? Ну что, дайте привет, сердечный привет. Если кто будет отъезжать, подписчик, позвонить, передавайте от нас сердечный привет. Значит, следующее богослужение наше будет таким, каким, вот, порядком. Воскресное служение также не без изменения сейчас все дня на этом же месте. По всей вероятности может быть и пополнение, вот. Воскресное служение Воскресное служение Твоя эта воля благая дает и тепло, и цветы, и ле зеленеет ею, и клещет речная волна, и льется из сердца песня, и льется из уст хвала. Тебе, троединому Богу, сделавшему для меня, для грешницы столько много, еще от начала быть я. Заботливому, благому и любящему Отцу я сердцем счастливым и безглобным всю жизнь и любовь несу. Учи и веди, разумляя, чтоб я в этой жизни могла тепло твое раздавая, хоть чем-то прославить тебя. Музыка. 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 Заспокоюся, там стражданья всем прийдет кинет, там спочину я, заспокоюся. Заспокоюся, там стражданья всем прийдет кинет, там спокоюся. 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 Заспокоюся, там стражданья всем прийдет кинет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И Господь сегодня наполнил братья и сестры, но он сегодня здесь своими благословениями. Он уже их наполнил. Только теперь эти его благословения мы будем с вами принимать с благодарностью. Один стих, слово Божие место в Священном Писании говорит так, что жертва есть кончина беда. Покрудились наши сестры, дети, молодежь о том, чтобы написать этот стих. Но в нем заложен глубокий смысл, жертва. Есть кончина беда. И радостная, и трепетная, и бывает страшная. Страшно для тех, которые не готовы войти в жительницу, жертву Господа. Для этих страшно. Потому что он говорит, Солому, все, что Господу будет неугозно, Он сожжет огнем неугасанием. И жертва, братья и сестры, мы с вами будем пожаты. Мы будем с вами пожаты. Сегодня пожаты вот эти плоды, которые мы сегодня с вами сейчас видим. Посмотрите на эту витрину. Здесь не все. Во Флориде, где мы с вами проживаем, Здесь очень и очень много плодов, Тех, которых мы с вами здесь не видим. А если собрать со всего мира, в котором мы с вами живем, Собрать все эти плоды, Это вообще, я думаю, маленькая была бы витрина. Но Господь сегодня напоминает нам Другим местом Священного Писания, которое вот здесь вот написано. За все благодарите. И вот мы сюда пришли поблагодарить Господа. Я прочитаю место Священного Писания. И потом, ставши, Буду совершать молитву, чтобы Господь благословил наше служение. И хотел бы, чтобы братья и сестры, молящиеся, которые молились о том, чтобы Господь благословил служение, Принимать участие в молитве, тогда будет проситься благословение на это служение. Прочитаю Слово Божие, Исход, 23 глава, 16 стих. Наблюдай праздник жатвы, первых плодов труда твоего, Какие ты сеял на поле, И праздник собирания плодов в конце года, Когда уберешь с поля работу твою. Наблюдай праздник жатвы, первых плодов труда твоего, Какие ты, друг, Какие ты сеял на поле. Слово Божие, Исход, 23 глава, 16 стих. 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 Слово Божие, Исход, 24 глава, 16 стих. Слово Божие, Исход, 23 глава, 16 стих. в этот час. Мы многое уже подчеркнули для наших сердец, вот смотря на эти тексты, которые мы сегодня видим в наших стенах, что они говорят. Потом даже пришло время и было для каждого поразмыслить над этим. Вот первый текст говорит так, жертва есть кончина века. Второй текст говорит за все, благодарите. А мне хочется постоянно продолжать, ибо такова воля о вас, чтобы мы за все могли благодарить нашего Господа. Друзья, вы знаете, я прочитаю одно место, которое больше похоже на текст первый, который мы прочитали, «Жертва есть кончина века». Записано это будет, откровение, кажется, 14 глава. 14 глава, 15 и 16 стихи. Здесь написано так. «И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом, сидящему на облаке, пусти серд свой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящей на облаке серд свой на землю, и земля была пожата». В тот день, не знаю, в тот час, когда Господь внезапно в омновение ока явится и возьмет от земли своей. То есть, вот сегодня Господь дал нам это время. Вы знаете, когда я проснули порциональное растение даже, лист может быть дорогой величиной величества, то и одним может заместа зонтика прицел от зонтика. И вообще, а если взять его употреблением пищи или принести к организму, оно же приносит проект. Поэтому, Боже, и что сказал Бог? Когда задали вопрос, Иисусу Христу, тогда будет признать Бог решить, и когда будет это время. Он сказал, не ваше время, не ваше время, не ваше дело. Нам сегодня изыскать вот эти времена, сроки, и винить, когда Господь явится. Сегодня, наверное, не ваше время, не опозорить изменения, не пытающие сделать вот это вычисление, а последствия всего, что его имя – любовь, мы не должны забывать, что он и в то же время судья правильный. И что, несмотря на то, что это есть любовь, источник премудрости этого слова «любовь», он в то же время и строго взыскивающий. Всегда, женщина-то, вот, молодая, имеющего одного ребенка, она там кричала, она терзалась. Я обманула себя, и это непоправимое. Это непоправимое. Если кто-то меня обманет, друзья, если кто-то меня обидит, то я могу иногда посмотреть на него или показать на него пальцем, он обидел меня или обманул меня. Но, друзья, если кто сам себя обманывает, это ужасно не бывает. Время нам дана, поэтому тогда, когда будет вот этот голос «пусти серп», и он его пустил, и земля была пожата, это будет определение Божье. Остановка этому не может быть. Друзья, вот сегодня мы радуемся. Вот второй текст говорит, чтобы мы за все благодарили за просмотр. Друзья, как мы смотрели, многие ребята, всея КОНЕЦ 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 Дорогие друзья, скажите, как прекрасно сегодня было услышать вот это пение и быть участником этого пения. Скажите, не собрал и Господь? Не собрал и Господь? Конечно, Господь. Так вот, как мы видим сегодня здесь плоды собраны, так и Господь собрал сегодня и музыкантов, которые вот так вот сегодня, можно сказать, такой торжественный праздничный день, праздник жатвы. Действительно, вот так Господь вот собрав, что мы первый раз могли вот таким составом услышать оркестр, который сегодня исполнил этот гимн и заполнил его. Это вот такое начало, которое пение мы вместе с оркестром теперь соберем с радостью великой. Да, Господь, что мы были все так. А сейчас, дорогие братья и сестры, у нас будет программа. Я хочу сказать, допустим, чтобы мы могли быть настроены и не переживали, что всем, которые приготовились, наши братья, сестры, молодежь, детки, поучаствовать, будет дана возможность. Поэтому наше служение немножко возьмет больше времени, чем обыкновенное. Якое есть счастье, счастье ни недоле. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. 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 Огурец. Огурец позвучит тайну в том же плети. Прицепились к плети огуречка дети. У него есть очень добрая примета. Огурец снимает с нерази без света. Сам стремится к свету, не тише к свету. Я люблю огурчик на ту ручку. Звучит тайну в том же плети. Ты найдешь прекрасные плоды. Я так счастлив. Затем мы под сопровождение музыкального оркестра. Поют палом. Славьте Бога. Просто музыкальное будет сопровождение. Затем декламация, молодежь расскажет. Плоды и пение общимолодежное. Осенние листья 1271. Сене и жад. Каждый год семя в землю ложится. Возрастает и кверху стремится. Много трудостей семя встречает. Но по их жизни себе пробивает. Хоть сорняк заглушает порою. И взольет дождевою водою. И заморит от жажды и зноя. И зверье пробежится лесною. От весны до осени спелой. Вот стоит семя в поле победное. Будто буря пропала бесследно. Долго пахать ждет жатвы на поле. Много силы, терпения и воли. И старания к тому прилагает. Семя осенью лишь пожелает. Семя осенью лишь пожелает. Семя осенью лишь пожелает. Семя осенью лишь пожелает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я спросила у цветочка, это Бог тебя создал? Он в ответ головка нежной, знак согласия, закивал. Знаю я, Бог создал горы и моря, и облака, все леса, поли просторы, создала его рука. Славлю я тебя, Спаситель, что создал ты и меня. Пусть всегда в моем сердечке будет место для тебя. Благодарю тебя за дождь, так чудно колосилась в рождь, за солнышко, спасибо тоже, как видишь ты творение Божие. Даешь ему ты пропитание, ты не забыл свое создание. Я тоже плод тебе несу, своим стихом тебя хвалю. Айинь. 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 а 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Я сейчас сидел, рассуждал, сравнил вот эту жатву, которую мы сегодня отмечаем, эту жатву, которая выражена в этих словах, на том тексте. Я сейчас вспомнил из детства один случай. Я его как-то рассказывал, хочу еще раз рассказать. Он является большим примером того, как мы, христиане, последующие за Господом, как мы можем угождать Господу, и как мы иногда способны бросаться на что-то другое, которое не угодно Господу. Я помню, в деревне, где я родился и вырос, у нас иногда приезжал один человек на лошади, запряженный телег, его назвали Таргаш. Он собирал у населения одежду или старые вещи, которые уже не нужны людям, и взамен давал какие-то хорошие вещи. Допустим, я помню, женщину не убрали взамен прищепки или крышки, чтобы консервировать то, что было дефицитом. Я помню, то, что мы мальчики бегали, и тоже для нас там были вещи. Особенно я помню, как мы любили взамен получить свисток. Там как-то было устроено вода внутри, и он так красиво свистел. И мы тоже вот собирали там что-нибудь водные тряпки или там разные сырье и готовили, заготавливали. Я помню, когда он в очередной раз приехал, и слух пронесся по деревне, и все побежали эти запасы выносить. И каждый получил взамен то, что хотел. Мы мальчики тоже получили то, что хотел там, или другие игрушки. И потом на другой день, я помню, один мальчик нам рассказывает, говорит, что сильно улетел от матери. И мы тогда начали выяснять, оказывается, у него не было запаса. И он забежал в дом, открыл шифонеры, взял там стопку белья и отдал этому человеку и получил взамен свисток. Для нас, когда это был просто случай, а сегодня, когда уже прошло около 30 лет, я вот так уже серьезно рассуждаюсь ранее и думаю, как мы, христиане, способны также следовать за Господом. Когда что-то нам блестящее или красивое такое звучащее попадется, и мы готовы все отдать, все, что хотели, для того, чтобы получать свисток или подобные вещи. Да сохранит, Господь от этого, это поможет нам всем оказать верность Ему до конца. Я хочу прочитать одно место, записанное, второе послание Иоанна, тут одна глава, прочитаю, восьмой стих. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Я думаю, этот стих мы все найдем, даже детки, наверное, знают, помнят этот стих. И вот сегодня, когда мы говорим об этой жатве, мы, конечно, благодарны сегодня Господу за этот урожай. Хотя мы, я думаю, что никто, мы не работаем над этим урожаем, мы не сеем, мы не обрабатываем поля, мы не собираем этот урожай, но мы все имеем. Люди трудятся, и мы благодарны Господу за то, что Он и людям посылает и силы, и здоровье, чтобы вырастить этот урожай, и что Он посылает необходимую походу для того, чтобы этот урожай вырос. И он у нас есть, это пища у нас есть в каждом доме. Я думаю, мы уже начали забывать, а дети, наверное, уже даже не знают, что такое, допустим, колорадский жрук, или баранадский жрук, или сапай, или тяпка по-русски, как говорят. Люди трудятся, люди это выращивают, и мы должны благодарить Господа и за тех людей, и за этот урожай, который не имеет. Но в этот день не меньшее значение, очень большее значение имеет порассуждать о той жатве, которая есть в кончина века, потому что это все приходящее. Жатва, которая будет, она будет решать нашу судьбу на вечность. Поэтому мы порассуждаем сегодня и над этим стихом, который говорит об этом. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трубились, но чтобы получить полную награду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Дим Субтитры создавал DimaTorzok «—CO nasılör-точи шоколадливое DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, как он Господа за все благодарил. Господь пришел однажды в длетний вечер и взяв топор, подкарешок срубил. Ему казалось, ничего больнее он своей жизни не переносил. Теперь бы умереть, да только поскорее, а жить нет ни желания, ни сил. И тут он услыхал опять знакомый голос. Бамбук спросил он, любишь ли меня? К любви, сказал Бамбук, склонясь, как спелый голос. Доверься мне, я поведу тебя. И раскаленным добила железом он внутренности стал выжигать до дна. И до тех пор он сжег ее и резал, пока пустою сделалась она. Бамбук стонал и леденел от боли, но он доверился и должен был терпеть. Он предался вполне Господней воле, и за нее готов был умереть. И взял Господь бамбуковые трубы и проложил из них водопровод. Бамбук был рад, что не родился дубом, по дубу ведь вода не потечет. Открыл Господь бездонную границу, и потекла живящая вода через бамбук в ближайшую больницу. Пустынные деревни за вода, но вдруг иссякла. И бамбук смутился, и стал он слезно к Богу вопиять. И тут Господь опять ему явился, и стал он скорбно к Богу вопрошать. Господь, ты знаешь, как тебя любил я, ты знаешь, как сейчас тебя люблю. И как старательно живую воду лил я, и вот теперь, хотя хочу, не лью. И отвечал Господь, давай проверим. Моя вода течет, как и тепла. А ты хотя мне сам себя доверил тебе, самоуверенность была. И так сказал. Господь напор усилил. И из трубы, хотя не без труда, большая шапа выколзла. И силой завела снова чистая вода. Бамбук душой склонился низко-низко. Склонился, как бринка на ветру. И прошептал, хочу, чтобы Бог был близко. Я ничего без Бога не могу. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Все мы сети, молоди, паши, цепь Петро священный, Ни оброк не подать, это добровольная служба от души. Благодарим Господь, благодарим Господь, За мягких девушек, для малых дедочек, Ничто не будет нам послать. За мягких девушек, для малых дедочек, Ничто не будет нам послать. Благодарим Господь, благодарим Господь, Аркутик, сваденький и ананас, Ты сотворил Господь для нас. Аркутик, сваденький и ананас, Ты сотворил Господь для нас. Благодарим Господь, благодарим Господь, И за горошек, и без крючок, И за морковь, лучок, чесночок. Благодарим Господь, благодарим Господь, Большую душу люблю я скушать, Ты ее солнышком завивай. Большую душу люблю я скушать, Ты ее солнышком завивай. Переходить, где Библию читать, Где учить Бог, как надо жить, Где Иисуса знали. Там Господу славу придет, Молится совместно, Там, да, спасет, а я сплю, Разум неинтересно. Аминь. Слава Богу, за все Ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу, за все Ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу, за слезы с песнями, Что он кровками ведет чудесными, Слава Богу, за кровь и милости, Что помог христианами вырасти. Слава Богу, за все Ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу, за все Ему слава, Он имеет на это право. Слава Богу, за все Ему слава, И теперь хочу вам рассказать о нем, Но, наверное, мы сушим будем со стыдом. Так работы много слышишь ты порой, Но работать может кто-нибудь другой. Я же так устал и сильный в эти дни, Но есть покрепче, сделай это они. Ты видишь много дела, Но делать не идешь, Что другое кто сделал, ты его не ждешь. Ты часто не радеешь собранием душ святых, И остаешься дома заради дел своих. Приходит день воскресный, Собрание братья ждут, А ты, не быть собранием, Решился отдохнуть. Все дни работал, ты так решил себе, Могу и не пойти я, туда сойдут все. Все дни я ожидаю свободничнего дня, Работа уж собралась немало у меня, Не будет незаметно, что не было меня, А я за день воскресный поделаю дела. А ты ведь не подумал, Что было бы тогда, Если бы все остались дома поделать свои дела, Если бы все решили заняться суетой, То дом молитвы был бы не полный, а пустой. Вот сестра больная, Нужно быть у ней, Пусть пойдут другие имя чудо давней, Так себе помыслить сестра опять, Остается в горе, В нужде лежат, Жаль. Вот живет под боком, Твой сосед с нуждой, Кто ему поможет, Кто-нибудь другой, Там вдали скучает, Разлучен с земной, Кто его утешит, Кто-нибудь другой. Твой близкий друг страдает, В ужасном море зла, Несчастье понимает, Чеснит его нужда, Ужать другой увидит, Страдается твоего, А ты, как тот священник, Пройдешь в него, И посетить больного, Представишься другим, Для слез и сдохов бедного, Останешься глухим, Везде ты поступаешь, Как раб ленивый свой, Везде ты ожидаешь, Что сделал кто-нибудь другой. Придя уже в собрание, И тут же ты такой, Ты ждешь, Что слышишь, И кто-нибудь другой, Приседер предлагает, Скаферный говорит, Обрат в лаву склоняет, И просит извинить, Сегодня скажешь слово, Пусть кто-нибудь другой, А я не подготовлен, И мой сосуд пустой, Молитву подзвешает, Кто-нибудь другой, А я же выскажу, Что можно, Когда приятного, А тихо помолюсь, И Бог услышит, Чего-то говорит, А судьбе назидану Пусть нравится другой. На сперку завтра Ленин собрание объявил, И с братской любовью Всех предел. Заметил недостаток Он самый голубый, Но нет не я помоги, А кто-нибудь другой. Я ныне понимаю, Мне хуже или то, И ноты разбираю Басовый декантов, И каждый раз на сперке Мне нечего сидеть, Без всякой подготовки Могу свободнее петь. Все овецы сперки Пойдут и без меня, Пусть слабеньких получат, Но только не меня. А вот идет тарелка, То сбор для нуж святых, А брат сидит и ахает, Как много нуж таких. В собрании, в автобусе Все любят деньги взять, О том они не думают, А как их доставать. Пусть братья извиняют, Я беден и больной, Пусть от меня не ожидают, Лепты никакой. В служении Господнем Я пребывал душой, А в сборе нужд духовных Пусть кто-нибудь другой. Участвует сильнейший, Богатый, молодой, А я от всех слабейший, Такой больной душой. Господь мы с меня не взыщет, Что денег не давал, Он золото не ищет, Спасение даром дал. Вот кончилось собрание, И все домой идут, А гости остаются, Их некогда не позвать. Пусть позовет сегодня Их кто-нибудь другой, А что бы не заметили, Пусть и пойду домой. И так уж надоела Домашняя суета, Теперь возить здесь с нами, Нет, я пойду одна. При том же не ко мне приехали они, Могут ждать другие, Ведь мы здесь не одни, Без построения дома Своей отдохнуть, Так уж помешают, Как мне придут. Господь всех призывает, И друг по себе дам, И если желаешь, То знай, Спаситель Сам Сказал нам в своем слове, Тот раб единственный злой, Кто в жизни повторяет, Пусть кто-нибудь другой. Ты должен быть готовым Всегда на труд идти, И сделать что лишь сможешь, Чтоб пользу принести. Всегда должен быть первым, Чтоб всем другим сказать, Как Павел, Братья, сестры, И прошу мне подражать. А если ждешь ты часто, Чтоб сделал кто другой, То как других ты можешь Привлечь к работе той? Ты только так подумай, Что было бы тогда, Если бы так сказала каждая душа. Послушай же, ленивый, Лукавый, рад и злой, Ты идешь в погибель, Помни, За то, что ты такой. Ведь день благоприятный, Сегодня данный нам, Господь велик покаяться, Ленивым всем рабам. А если не покаешься, И будешь впредь такой, То в царство не войдешь ты, Как кто-нибудь другой. Теперь вот и подумай, Что лучше избирать, Трудиться в этом мире, И вечно там. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Я прочитаю. Субтитры подогнали Симон. И сказал. Субтитры подогнали Симон. 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 то хочется сказать, что вы их не видели раньше, какие они сегодня были. И я верю, что и дальше Господь поведет церковь, путем освящения, ощущения. И мы будем молиться, потому что мы верим, что Господь поможет нам. И также ваши молитвы, которые вы можете возносить Господу непременно, они очень нужны нам для того, чтобы Господь помог, чтобы церковь шла истинным и правильным путем здесь находясь на мире. Благодарю вас за то, что вы могли прослушать, услышать вызвание мое. И я жду от вас результатов молитвы и гости. Ага. Ну, в Лондоне говори на русском языке. Где-то из средней Америки просто весь город завело водой. Все. Тысячи людей остались, как сегодня передавали, как все мать родила. И если бы, говорит, не все страны их помощь оказали, то они все бы погибли от голода. Поэтому голод – это самая страшная болезнь, самая страшная смерть. И верующий христианин, он никогда не боится этой смерти. И отец наш вот этим пищей, продуктами, крахмалом, он свидетельствовал о Боге, говорил людям, что значит верить в Бог. За что он в 37-м году был раскрыт. Зато и там было подчеркнуто, что ходил по селам и проповедовал Господа Бога. Поэтому, друзья, дорогие, в 47-м году, конечно, тоже испытывали голод. У меня мама, бабуши ноги были, уже тоже подходили к смерти. Ели, вот кто знает, липу, цветы, сушили, толпы и грызли. А что знаки каталийма? Поэтому вот в 47-м году, в конце уже возраста, когда призывали меня в армию, и военком поставил нас во дворья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok